Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео расскажу о системе металлопластиковых труб УПАНОР. В последнее время компания УПАНОР активно эту систему продвигает, рекомендует ее к применению. Существует она довольно-таки давно, несколько раз модифицировалась. И на одном из наших объектов мы попробовали новинку УПАНОРа и, в общем-то, сравнили с тем, что было ранее. И хочу поделиться своим мнением и своими впечатлениями об этом материале и об этом производителе. Начну я свой обзор с инструмента. Инструмент этот не новый. В понедельник мне поступит комплект нового инструмента, я расскажу о нем отдельно. Ну, это тот инструмент, с которого мы начали наш монтаж. И поделюсь с вами наблюдением, потому что есть определенные преимущества, есть недостатки, которые, на мой взгляд, очень такие неприятные и довольно-таки каверзные. Сам инструмент поставляется вот в таком ящике. Здесь все классно и красиво. Металлический ящик, идут пресс-клещи и обоймы. То есть, во-первых, первое неудобство, которое заключается в том, что данный комплект идет с двумя типами размеров. Это 16 мм и 20 мм. 26 мм уже в комплект не входит. И считается, что данный инструмент уже не может такой диаметр обжимать. Сравнить я в данном случае могу аналогичную систему, например, с валтеком, у которого есть малые клещи, которые тоже работают с двумя маленькими диаметрами. Есть основные пресс-клещи, которые обжимают пресс-муфты до 32 диаметра включительно. И это, конечно, большое удобство. Здесь же, если говорить, вот данный инструмент выглядит очень классно. Хорошая эргономика, в каком-то смысле удобный механизм, удобная система. Но есть некоторые вещи, которые, на мой взгляд, являются большой недоработкой. Первое, как я уже говорил, это то, что ограниченное количество размеров. И сейчас компания Uponor пошла по пути того, что ручной инструмент более 20 диаметра просто не выпускается. Если вы хотите работать с большим диаметром, то надо покупать уже инструмент аккумуляторный, а его стоимость, комплект инструмента составляет 180 тысяч рублей. И, ну, сами понимаете, для рядового монтажника сумма такая, довольно-таки не очень приятная. Если говорить про эти клещи, то здесь такой вот есть трещоточный механизм. Все это открывается, дожимается. Первый, на мой взгляд, дикий недостаток – это то, что вываливаются обоймы. То есть механизм фиксации обойм, он, на мой взгляд, непродуманный. То есть обойма вставляется. Тут все довольно-таки просто. Но проблема возникает с фиксацией. Потому что периодически при работе инструмента происходит вываливание обоим. Здесь есть специальная поворотная рукоятка. Но, опять же, работая, можно ее легко сбить. Если держать клещи в таком положении, то либо одна, либо обе обоймы вываливаются. И, как правило, это происходит в самый неподходящий момент, в каком-нибудь самом не очень удобном месте. И это реально раздражает, это бесит. И из-за этого возникает некачественное соединение. Потому что бывает так, что одна половинка сдвигается, вторая остается на месте, начинаешь обжимать. Не всегда это сразу видно. И, исходя из этого, тут еще возникает второе неудобство. То, что если клещи наполовину закрыты, их довольно-таки сложно открыть. То есть, если вы уже начали обжимать гильзу, и видите, что у вас произошло смещение обоим, или у вас произошло смещение инструмента по отношению к гильзе, то уже исправить это положение довольно-таки сложно, потому что их не удается открыть. И приходится дожимать до конца клещи, и только после этого происходит открытие. И вот как раз произошло то, о чем я рассказывал. И это, конечно, большое, на мой взгляд, неудобство. У Валтыка есть специальные фиксирующие кнопки. И вставляя обойму, она оттуда никуда не выдвигается, не смещается, потому что там жесткий фиксирующий механизм реализован. Здесь же, вот это, на мой взгляд, непродуманная вещь, из-за этого возникают косяки. Опять же вопрос, вот момент открытия самих клещей, тоже такой не очень удобный. То есть, оно вроде как бы открывается, но реально в работе, если особенно где-то внизу, там вам на коленках приходится что-то наклоняться, то есть, в этом плане клещи иногда подводят. Хотя инструмент, в общем-то, сделан хорошо, красиво, неплохая у него эргономика, но вот есть вот такие недостатки. Прошло несколько дней, приехал новый инструмент, я еще сам туда вовнутрь не заглядывал, буду это делать вместе с вами. Идет такой вот пластиковый сундучок. Ух! Ну, выглядит все так серьезно. Так, выполнено это все на базе Макиты. В общем, спам, инструкции, какие-то наклеечки, аккумулятор, по всей видимости, один на полтора ампер часов, 18 вольт. Ну, вот так скромненько. Один аккумулятор. Сама вот, сам рабочий инструмент. Ну, такой ничего, кстати, легкий, небольшой. Ну, разряженный, скорее всего. Ну, да. Есть индикация, кстати, красным горит. Показывает... Что-то показывает, да. Так, это у нас зарядное устройство. Сейчас как раз аккумулятор поставим. Поставим. Сверху. Да. Да. Такая дура здоровая. Аккумулятор, о, а тут прям чемодан. Собственно, вот насадки разных диаметров. С тем инструментом была проблема, что он обжимает всего 16-20 диаметр, а у меня на объекте используются пресс-фитинги 26-го диаметра. А, тут даже есть вот 32-й. Прикольно. А, вот этот 25-й. Я говорил, что там 26-й, сказал 25-й. Так, 20-й. И 16-й. Ну, в принципе, такой типовой комплект для, в общем-то, бытовых систем до 32-го диаметра включительно. Ну, сейчас аккумулятор зарядится и посмотрим, как он работает. А, ну, и вот про фитинги. У меня вот с собой несколько штук есть. И я уже говорил о том, что с фитингами непонятная история. Скорее всего, она связана с тем, что производитель несколько раз обновлял модельный ряд. И они все очень разные. То есть, у меня оказалось на объекте фитинги трех разных форм и разных цветов. То есть, это вот такие вот. То есть, серый пластиковый тройник и металлические гильзы. С вот такими белыми пластиковыми юбками. Хочу отметить, вот большой плюс. Это то, что... Я сейчас сниму вот кольцо, гильзу. Здесь сам штуцер реализован таким образом, что уплотнительное кольцо утоплено. Вот если работать с пресс-фитингами других производителей, в частности, с Валтеком, с Цитапом и с другими товарищами. Даже вот с Хэнка такая же история. Там идут обычно два уплотнительных кольца, но они выступают за габариты штуцера. И если плохо трубу откалибровать, то можно это кольцо завернуть или надорвать. То есть, вот здесь вот мы пошли таким путем. Я сейчас поближе покажу. То есть, вот так вот это выглядит. Вот так вот. Здесь уплотнительное кольцо находится внутри. Утоплено оно в тело штуцера. И это очень удобно. Вероятность того, что будет кольцо порвано при монтаже, она значительно снижается. И на мой взгляд, это, конечно, большой плюс. Потому что были случаи на наших объектах, когда в процессе монтажа кольцо было порвано. И потом, примерно где-то через год, этот фитинг внутри стены начал подтекать. Чуть-чуть капать. То есть, на обоях появился грибок. Нам пришлось это место расковыривать и удалять этот фитинг, вставлять их несколько. И причем основная проблема заключается в том, что когда вы монтируете, вы этого не видите. То есть, вы даже можете аккуратно, вполне аккуратно смонтировать соединение. Но если произойдет надрыв или порвется кольцо, вы это никак не узнаете. То есть, вы запрессовали и все. И даже опрессовка это может не показать. То есть, в нашем случае была собрана система, она была опрессована высоким давлением, 10 бар. Она прошла опрессовка, система проработала год. И только через год начало это соединение пропускать теплоноситель. Поэтому мы, когда работали даже с тем же ватком, у себя выработали такое правило. То есть, мы обязательно использовали силиконовые смазки. То есть, берется труба, калибруется, хорошенечко калибруется. Потом с баллончика наносится на фитинг и на внутрь трубы силиконовая смазка. И только после этого соединяется и запрессовывается. Хоть каким-то образом и безопаснее. Здесь Упанор пошел по пути того, что резинка утоплена. Это классно. При этом производитель утверждает, что трубу не нужно калибровать. То есть, можно ее как-то там отрезать. И просто вставляя фитинг, она сама откалибруется. Я несколько раз попытался это сделать. У меня, если честно, не получилось. То есть, мне кажется, это такой тоже своеобразный маркетинговый ход. Потому что я довольно-таки аккуратно, осторожно прокручивая ножницы, резал трубу. Она чуть-чуть сминается. И я пытался, в общем, ее калибровать самим фитингом. Но это реально неудобно. Это довольно-таки тяжело. Поэтому я калибровал, вставлял фитинг. Здесь также, как и у всех производителей, есть специальное смотровое окошечко. То есть, вставляется труба. Видно, что она доходит до упора. И после этого можно обжимать. Еще, что мне не понравилось, я это еще покажу в этом видео попозже. Так как мне приходится хорошо калибровать, то есть, вставлять, получается, что немножко болтается фитинг на этом соединении. То есть, его нужно придерживать перед тем, как зажимать. Поэтому здесь вот как-то есть такой вот нюанс. Я зарядил аккумулятор. Процесс зарядки занял примерно 15 минут, что, в общем-то, неплохо. В комплекте, как я уже говорил, идет зарядная станция. Макита, здесь есть возможность подключения аккумулятора в большей емкости. Поэтому для такой постоянной работы, конечно, приходится, придется покупать дополнительный аккумулятор. И странно, что производитель его не включил в комплект. Ну, это было бы как-то логичнее. Не думаю, что это серьезно бы отразилось на стоимости самого комплекта. Ну и вообще говоря о стоимости, цена вот такого комплекта инструмента составляет 175 тысяч 430 рублей. Ну, как бы по мне, мягко говоря, это чересчур. И вообще странно, что УПАНОР такую реализует ценовую политику на свой инструмент. Потому что мне вообще непонятно, что нужно им делать и какие нужно выполнять объекты для того, чтобы его стоимость вообще хотя бы окупилась. Ну и вообще, насколько это отразится на стоимости монтажа системы УПАНОР. Ну и тем более, вообще удивляет, что реализовано это все на базе Макиты. Ну и вообще, как бы, это немного странно, потому что я являюсь пользователем другого инструмента УПАНОР. И тот комплект инструмента выполнен на базе Милоки. И получается такая странная ситуация, что УПАНОР пресс-инструмент на базе Макиты выполнен, а УПАНОР для ПЕКС-систем выполнен на Милоки. И разные, опять же, зарядные устройства, разные аккумуляторы. И при этом любой мастер так или иначе все равно сейчас старается, и все производители идут по пути того, чтобы делать какую-то одну унифицированную платформу для всего электроинструмента. И на мой взгляд, было бы логичнее УПАНОР сделать там либо все на Маките, или все на Милоки. А тут получается, что если ты делаешь ПЕКС, значит, ты используешь Милоки, а если ты делаешь металлопластик, ты используешь Макиту. Ну и надо понимать, что у любого мастера он обрастает электроинструментом, используются шуруповерты, импакты, сабельные пилы, опять же, болгарки и прочие инструменты. И, конечно, удобнее этот весь инструмент собирать на единой аккумуляторной базе. И тут получается, что сам УПАНОР в этом смысле себе противоречит, что как бы довольно-таки странно. Возвращаясь, опять же, к этому комплекту, то есть, на сам мотор устанавливается вот такая вот обойма, в зависимости от нужного размера. Здесь используется такая система фиксации насадок. Открывается подпружиненный штифт, вставляется... Вставляется насадка и вот фиксируется. Ее есть возможность вручную открывать. Ну а дальше, то есть, происходит нажатие на рабочую клавишу, а он уже разрядился. Цикл работы инструмента заключается в том, что происходит выход штока, обжатие насадки и возвратное движение. При этом здесь есть клавиши, которые позволяют разблокировать инструмент. То есть, если шток вышел и по какой-то причине вы увидели, что неправильно стоит обойма, неправильное положение на пресс-гильзе, то есть, можно нажать клавишу и гидравлический шток возвращается. Можно, опять же, раскрыть вот эти челюсти и переставить в правильное нужное положение. Происходит обжатие фитинга. Вот я сейчас нажму, не дожидаясь, не полностью, а наполовину. То есть, нажал, бросил, выехало. То есть, вот сейчас видно, что наполовину вышел шток, плещи полностью не раскрываются, можно нажать на кнопку, и произошло возвратное движение, то есть, и насадка высвобождается. То есть, таким образом, если какие-то возникают ошибки в монтаже, и вот в процессе обжима это стало заметно, например, смещение произошло по гильзе, такое часто бывает, вы обжали гильзу, потом что-нибудь отвлеклись, или там рука там дрогнула, произошло смещение, то есть, и одновременно нажатие на инструмент. То есть, можно процесс обжима остановить, вернуться, переставить инструмент в правильное положение и закончить опрессовку. На мой взгляд, это очень правильное решение, это очень удобно и безопасно. Ну и, соответственно, повышает качество монтажа даже в случае возникновения каких-то ошибок. На ручном инструменте у Panora я такую функцию не обнаружил, возможно, что она есть, если знаете об этом, напишите в комментариях. Рабочая голова, она проворачивается на 350 градусов, что тоже, в общем-то, удобно, в зависимости от положения. В принципе, сам по себе инструмент небольшой, не тяжелый, удобно им работать. Ну и сама форма удобная. Ну, опять же, к недостаткам могу отнести наличие одного аккумулятора, его невысокую емкость и высокую стоимость самого комплекта. Ну, еще есть одна такая особенность, она касается непосредственно насадок. Как я уже говорил, насадки идут разного диаметра. И, в принципе, многие производители используют вот такой форм-фактор. Но тут есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы, я полагаю, что это довольно-таки прочный, доверечный элемент. К недостаткам могу, наверное, отнести их высокую стоимость. И было бы, наверное, может быть логичнее, а может быть и нет, если все-таки использовались бы только съемные обоймы. То есть использовать одну общую насадку, размеры можно было бы обеспечивать обоймами. Как это, в общем-то, реализовано и на ручном инструменте Opanor, так же, как это реализовано, в принципе, на инструменте многих других производителей. Потому что явно эта насадка будет по стоимости превышать многократно стоимости сменных обоим. Ну, тут что есть, то есть. Я, в принципе, могу сказать, что и в Ремсе принцип выбора рабочих вот этих насадок выполнен точно так же. Ну, с точки зрения ценообразования, это, конечно, фактор отталкивающий. И в этом смысле меня, конечно, удивляет высокая стоимость инструмента. Потому что, ну, аккумуляторная база Makita, ну, понятно, что там компактный легкий двигатель и, скорее всего, прослужит он долго. Но цена явно отталкивающая. Даже, в моем понимании, по европейским ценам это получается больше, чем 2000 евро за комплект. При этом, насколько это вообще отразится на стоимости услуг и насколько это отразится, опять же, на продвижении самих материалов. Материал хороший, качественный, но в то же время цена на инструменты, она зашкаливающая. Понятное дело, что инструмент будет предлагаться в аренду. Если вы планируете использовать эту систему на регулярной основе, вам просто придется, скорее всего, не только покупать, а просто будете искать где-то его в аренду. Но это, опять же, тоже будет сказываться на сроках исполнения. Потому что, если он будет занят, то, соответственно, вам придется ждать в очереди. Ну, и арендный инструмент, как правило, быстрее изнашивается, к нему хуже относятся, не берегут его. Поэтому здесь вот такая есть особенность. Ну, а далее я просто покажу, как именно происходит процесс обжатия пресс-фитингов с помощью этого инструмента. И покажу, как выглядит готовая система, сделанная на металлопластиковых трубах и фитингах у панно. Субтитры создавал DimaTorzok